Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Очередной выпуск с моей земляночки Сегодня я приехал не сам, сегодня смотрите кто Я думаю вы эту рожу видели где-то на ютубе Это Инферниус Мы с ним, кстати, я не знаю как так получилось Только вчера познакомились Логичнее было, чтобы мы раньше где-то познакомились Тем более, что достаточно похожий у нас контент С нами еще где-то Димон приехал Димон уже побежал вперед смотреть, что же там с земляночкой Приросла трава, не приросла Мы честно еще не подходили Для того, чтобы просто не портить впечатление Инферниуса от землянки Которое, ну, как бы хотелось Снять на камеру Я, короче, просто смотрел почти все ролики С этой землянкой И еще ни разу вообще не видел ее вживую Вот сегодня с Серегой получилось сюда приехать Он меня с собой взял И, короче, сейчас я впервые Воочию просто хочу ее увидеть И показать вам свои впечатления Мне вот интересно, прижилась трава или нет Хотели с собой воды взять, чтобы пылить Но, ребята, практически целую неделю лили дожди Были даже подозрения Что землянка может сгнить Точнее, трава Вау, смотрите Она такая огромная Ну, она не такая огромная внутри Как снаружи кажется Смотрите, трава В принципе, даже не пожил тело Ничего Она поднялась вверх Потому что она такая, знаете, зачуханная была Ну, есть подозрения Это, скорее всего, грунтовые воды поднялись Блин, это пипец просто Я вообще, на самом деле, впервые в землянке нахожусь До этого даже примерно ни в каких таких сооружениях подобных не был Тут прям пахнет этим Как это сказать? Деревом Сосной Да Смотри, какой у нас комар здоровый Его надо мочкануть Потому что, мне кажется, если он укусит Это будет нехорошо Давай лучше выпускай Кстати Смотрите, ребята Я же говорил, он больно кусается Все В общем, я говорил, ребята Что была целая неделя дождей И смотрите, что произошло Стены мокрые Где-то что-то все-таки протекает Немножко цвет крыши поменялся Короче, работы очень много Но рабочих, так сказать, рук у нас тоже немало Да Сегодня у нас большой объем работ Я надеюсь, что мы все успеем Друзья, биткоин совсем недавно упал до 30 тысяч И потом резко вырос до 40 И вы все еще думаете, покупать биткоин или нет Сейчас самое время заработать на биткоине Но если ты совсем ничего не понимаешь в этом Тебе поможет надежная инвестиционная компания Avalon Которая сделает все за тебя На вложенные вами деньги компания Avalon покупает криптовалюту на низу рынка А потом продает на пике Таким образом они делают прибыль и делятся ей с инвесторами Выплачивая по 1,3% каждый день к вложенной сумме Чтобы стать инвесторами и начать зарабатывать Тебе всего лишь нужно пройти по ссылке в описании И пройти простую регистрацию за 2 минуты Выбрать тариф и получать стабильную прибыль каждый день Офис Москва-Сити и более 600 тысяч успешных инвесторов Показатель надежности компании Много бонусов для инвесторов с моего канала А начать можно всего со 100 рублей Переходи по ссылке в описании Регистрируйся и начинай зарабатывать как человек с будущего Дождик нас уже какой день подряд не покидает Мы приехали в место, где я совсем недавно строил свой домик на дереве Местность настолько поменялась просто Я вообще в шоке, что я тут, короче, был Реально все зеленое, ни хрена не видно Короче, приехали с Димоном забирать мой стройматериал Смотрите, как мы его разбросали Ну, жалко будет, если такой материал будет пропадать, гнить Мы лучше его решили завезем на земляночку и возле земляночки что-то с него построим Ну что, землянку проверили, все в целости, сохранности Еще, ребята, я ездил с Димоном в то место, где у меня был домик на дереве Так как с домика на дереве осталось очень много материала Мы решили его перевезти сюда Здесь он нужнее, тем более, что планы грандиозные еще По облагорожению территории И вот такая куча дров И вот еще куча бруса такая Вы мне, ребята, давно говорили, что нужно очистить бревна от коры И сегодня мы, смотрите, взяли генератор Взяли переносочку Там еще где-то болгарочка есть Имперниус сегодня займется тем, что будет снимать кору с бревен Сколько успеет, столько успеет Но сегодня мы в какой-то веке рано сюда приехали Надеюсь, что он успеет Если нет, то как-то будем помогать ему А мы тем временем с Димоном будем строить кормушку для животных Испугался? В общем, взяли еще немножко электроинструмента Там бензопилу Сейчас нужно все вот это выгрузить И перенести к землянке, чтобы было удобно с этим всем работать И не бегать сюда за каждой мелочью Ну что, погнали Здесь у нас, ребята, есть такая яма Мы с Инферниусом отнесли в нее генератор Для того, чтобы он не очень сильно шумел И не мешал мне снимать видео Когда мы будем с Димоном строить кормушку В общем, сейчас мы его подключаем Сейчас, так сказать Кое-как разберемся с работой И тогда запустим его Чтобы он сейчас просто зря не дрчал И не жег нам горючку Мы, кстати, ребята, пока сюда ехали Уже почти доехали Вспомнили, что мы бензина вообще не взяли Пришлось возвращаться Блин, немало Короче, много времени потратили на это Но не зря, надеюсь, я сегодня в 5 утра проснулся Думаю, что все запланированное Мы успеем Так, сразу же, я думаю, переноску можно В ее землянку заводить Сейчас, наверное, инферниуса Заставим топить печку Дадим ему топор Пускай занимается А, комаров сколько! В прошлой серии мы просто вот так бросили Траву и Она не засохла Вот это чуть-чуть так пожелтело Но, я думаю, не страшно Может даже и тут, кстати, приживется Димон Расскажи Что ты делаешь? Заготавливаешь дрова на зиму? А, нет, куда-то От меня Ну, что ты делаешь? Чистим территорию Сегодня нам нужно построить кормушку Но я не знаю, ли она здесь приживется, скажем так Мы, наверное, в дальнейшем перенесем ее на более дикую местность А здесь все-таки будет такая наша Чива зона Беседочка какая-то, да? Ну, кормушку мы всегда сможем поднять И куда-то унести Да, потому что здесь мы ее будем строить Здесь нам удобно Доступность материалов есть В принципе Сможем поставить ее Посмотреть, как она стоит и так далее Инферниус получил задание Растопить печку и поддерживать в ней огонь До вечера Потому что он там будет работать Ему проще всего этим будет заниматься А я тем временем подготовлю ему диски с болгарской музыкой В общем, взяли вот, смотрите Такую болгарскую музыку И такую Начнем с такой Будем в конце шлифовать такой Потому что если сразу кору мы будем таким шлифовать То она, наверное, очень быстро забьется И очень большую надежду имею Что вот эта штука, она возьмет кору Короче, давайте сейчас подготовим болгарскую музыку И будем Отправлять инферниуса в землянку Так, друзья Пока Гена ищет сухие Ветки какие-то Чтоб рожать костер Мы тем временем Давайте запустим генератор И пойдем проверим Работает ли Наш вариант С болгаркой Потому что может быть такое Что оно не возьмет Стены И Та-да Блин Половина дел сразу накрывается У нас в ролике Так, я уже забыл Где тут подсос воздуха Запустился с первого раза Закрываем подсос Я как сегодня говорил Гена Вроде за кадром Электричество пошло в переноску Так, спускаемся в земляночку, ребята И проверим Можете нажать на паузу Или пока я спускаюсь Напишите в комменты Возьмет вот эта щетка Кору Или не возьмет Короче, зачистим Кору Обработаем антисептиками Какими-то И потом закрасим Морилочкой И лаком Так Я тем временем Приступаю Давайте замажем Вот это Короче, берет Еще и очень хорошо берет Главное Сильно не переусердствовать Потому что будут ямы Я, короче Не доценил эту штучку Ну давайте уже замажу Это ОВО Я надеюсь Двух щеток хватит На это все дело Снимается оно Очень легко Главное Вот такие зазубрины Стараться минимально делать Не совсем удобно Не на мою руку Немножко Ручка в болгарке Но сейчас посмотрим Может где они подходят Если нет, то переделаем Должно что-то получиться Давайте Йену позовем Посмотрим, как у него Это получается Йена Иди сюда В принципе Оно снимается отлично Буквально максимум Пару часов И ты все снимешь Думаешь? Да, пошли Попробуешь Так Я наговорил Вычистить полностью землянку Вычистить полностью землянку Снять кору Но стараться не допускать Вот таких моментов Смотри Там тоже? Да Везде Смотри Стараться такого не делать Если где-то случилось Но ничего страшного Но старайся не делать Ну как бы оно Просто вид будет красиво иметь В принципе Занимайся пока растопкой Растопишь печку И приступай к этому А я пойду к Димону Буду помогать ему строить кормушку Большое строительство Ребята Начинается с большой уборки Сейчас Дима Загребает Вот этот Листья Такое Всякие бодели Вот эти А я буду лопатой загружать На тележку И куда-то в сторонку вывозить Сейчас Расчистим полянку И будем приступать к строительству Пока я ребята Вывожу отсюда мусор Еще не все Вывез Димон уже Начал скручивать каркас Ну давай Давай его сейчас обратно поставим Покажем Как оно должно было бы быть Должно как-то вот так оно быть Давай сейчас Прихвати немножко Да Чтоб оно уже не падало Вырезать это или нет В общем ребята Оно все на соплях Но Каркас вывели И можно Уже посмотреть Как будет примерно Выглядеть кормушка Ну если у вас фантазия работает Я думаю вы поняли Как она будет выглядеть Смотрите как она реально массивная Короче Грязный буду По-любому весь Я уже весь грязный Еще один ребята Такой промежуточный кадр Смотрите Каркас кое-как скреплен Это еще далеко не финальная версия Но Сейчас уже строится крыша Каркаса Вот Первая сторона есть Сейчас будем делать ту И Сверху я думаю Еще такой брусок один пустить Благо материала достаточно Переместили ребята Немножечко кормушку Потому что там не самый ровный пол И Чуть-чуть Она начала кривой быть В общем здесь Сейчас Димон ее ровняет Инферниус выбрался Уже с землянки на улицу Потому что Потому что мы сейчас Будем Жарить сосиски И пока мы будем Жарить сосиски И кушать их Инферниус будет у меня Брать интервью Интервью вы можете Посмотреть У него на канале Напомню еще раз Ссылку на его канал Можно найти в описании Ты быстро интервью смонтируешь Или нет Короче Постараюсь Да Расскажу сейчас В двух словах У меня ушло два часа Чтобы очистить стену До конца я все еще Не очистил Это очень сложно Поэтому все что делает Серега Я просто прикинул Я не могу очистить просто стену А Серега построил Целую землянку Это просто колоссальный труд И времени на это затрачено Просто реально Я даже не могу представить Интервью я смонтирую Там вы узнаете Будет ли бой Между Сергеем Трейсером И Вадимом Вадимовичем И также ответы на все самые Интересные вопросы Которые могут вас вообще В жизни заинтересовать Короче ладно Я пошел разводить костер Несколько часов Можно сказать Не включал камеру Пока что как-то так Сейчас у нас будет Небольшой такой Обеденный перерывчик И будем зашивать крышу Что мы взяли сегодня на обед? Она получилась гораздо больше Чем я думал Где? Так Давайте вам покажу Что мы на обед взяли Взяли Черный Перец Мария Мюнхенский Били сосиски Берем решеточку Я надеюсь Она достаточно уже Хорошо прогорела Раскалилась Прям Кстати я хотел накладывать Но Димон забрал У меня это все дело Давай Чем такие сосиски В данной ситуации Хорошо ребята кушать Это Тем что Они очень быстро готовятся Их буквально Пару минут подержал И все готово Хоть и курица Знаете готовится Тоже быстро Но Это будет быстрее Так как у нас кстати нету Верха Этой сетки Мы будем вот таким вот Образом жарить И с помощью какой-то палочки Переворачивать Вот эти сосиски Потому что решетку мы Не можем перевернуть Кроме сосисок У нас еще будет курица Дмитрий сделал Самый острый маринад Вот она маринуется Потому что нужно Едать время пропитаться И потом после сосисок Уже потом поработаем И будем жарить еще и курицу Поэтому сегодня у нас Сытная Прием пищи Обещает быть А у меня все руки кстати в этом Сейчас попробую Ну Остринка чувствуется Но когда пожарится Оно не такое острое будет В общем ребята Как я и говорил Сосисочки достаточно быстро пожарились Очень лютое Вылезло солнце Поэтому мы Еном Бери короче вот эти табуретки И тащи в нашу чилзону Идемте в теньке Посидим Пускай нас лучше комары едят Чем будет Допекать такое солнце Вот и наша чилзона Такие тюки с сеном Надо будет наверное еще сюда добавить Вон смотрите Полянка уже Ну в принципе Не совсем чистая Но чистая А беседку Сегодня строить не будем Доставь тут прям Беседку сегодня строить не будем Но Полянку уже Понемножку начали Заготавливать Сейчас буду менять круг На болгарке Потому что Думаю что снова Будет побыстрее Мне осталось чуть-чуть Закончить Поэтому Решил я его Поменять Смотрите просто Как выглядит старый И как выглядит новый Как мне объяснил Серега Нужно сначала Открутить этот Стоп Какую-то кнопочку А вот это Нажать на кнопку Круг заблокируется И открутить Еще пороть Я от старого круга Вон у него Штанину воткнулась Смотрите какое Промежуточный Ребята Такой момент Смотрите Наклонили кормушку Для того Чтоб удобнее было Делать крышу Вагонка В принципе Достаточно быстро ложится Я думаю сейчас Через пару совсем минут Будет одна сторона крыши Уже полностью готова Так Я не знаю ребята Как это на камеру Будет выглядеть Но она получилась Очень-очень массивная Есть уже такая крыша Тут еще внутри Сейчас надо будет Кое-что доделать Но я думаю Прежде чем ее доделывать Надо ее перенести уже Потому что она уже тяжелая Мы сейчас достроим И оставим Да не Надо перенести И там уже в другом месте Достраивать Потому что если мы ее Сейчас достроим ребята Ну блин Она уже такая будет Самая малость Неподъемная Слушай тут уже можно вешать Гамак короче И спать Такая мини беседочка Слышишь А человек который работает На крыше Это можно сказать что руфер В общем ребят смотрите Конструкция вот так Пошатывается Я залез наверх Тут надо кое-что прикрутить Димон Пошатывается Пошатывается Небоскреб землетрясения Ты сейчас разложишься Короче на всякий случай Снимай меня Мертельный номер Я как-то думал ребята Что успеется больше Я думал там Одним махом Стены буквально снимутся Но там еще работы Ого-го сколько Я может быть вам В конце покажу чуть-чуть А может и не буду показывать Потому что в следующей серии Придется мне это допиливать А сейчас если вам интересно То знаете Где можно посмотреть И давайте покажу Что у нас по кормушке Кормушка уже перекочевала В другое место Жить кормушка будет здесь Вон дом Напротив дома Такая яблонька есть И вот тут Будет вот эта кормушечка Что Димон Устойчивая конструкция получилась Пока да Я теперь покажу Ну Это она уже сейчас шатается От того что она Как бы стоит на таких холмиках Возможно где-то Какую-то ножку придется Вкопать там малость Чтоб она ровно стала Потому что видно Может вам на камеру не видно Но как бы она чуть-чуть Не идеально ровно стоит Но главное что ее ветром Теперь не сдует Ну слушай Я проверял ее Лазил по ней Съезжал как с горки Потом мы еще Короче Укрепили Добавили вот эту балку Короче нифига мы не успели Ну кормушку Как бы каркас выгнали Но она еще не готова Над ней еще работа И работа на самом деле В общем Начинает вечереть Сейчас пожарим наверное Куриные ножки И будем собираться домой На эту кормушку Ушло капец Сколько материала Вот если Я не помню Показывал или нет Мы реально целый прицеп Привезли сюда вагонки Полный прицеп загрузили В общем я думаю На земляночке Такой материал нам пригодится И практически все ушло Там если остались То какие-то самые-самые Такие мелкие кусочки Буквально Я офигею Так даже из виду не скажешь Что сюда так много материала пошло Ну мы старались Конструкция достаточно надежная Получилась Еще шатаются Но мы ее еще Сильнее укрепим Я думаю все хорошо будет Реально уже устал Я представляю Как Гена там устал Вот короче Наполею сделаю еще Вторую половину стены Сейчас очень туго Совыражаю Поэтому Наверное пойду наверх Друзья я еще раз хочу Напомнить про финансовую Компанию Avalon С помощью которой Можно создать себе Стабильный регулярный Надежный источник Пассивного дохода Ссылку на компанию Avalon Можно найти в описании Переходите Регистрируйтесь Так ребята Ну несмотря на все это У Infernius Сегодня была самая Пыльная работа Там во-первых Очень душно Много комаров И смотрите Какой он грязный Я уже чуть отмыл лицо Смотри вот уже Да на самом деле Ребята В такой жаркий день Это было просто Люто Большое спасибо тебе Infernius За помощь Ребята Напомню ссылка На канал Infernius В описании Я думаю Это еще не единственный ролик Который мы с тобой В ближайшее время снимем Пока ты в Украине Если не выгодится Ну а мы пришли уже жрать Вот такие вот подогрелые ножки И будем заканчивать ролик И топать домой Medium Rare Medium Rare Это уже не Medium Это уже Короче Это Ультра